аквариум уже отправлен на конкурс до этого я под вашим наблюдением его оформлял и посадил него аквариумного жителя осталось два этапа который я уже сделал но не рассказал о них конкурсной работе нужно сделать описание фото и финальный видеоролик про описание я расскажу в этом видео а финальный видеоролик можно увидеть на youtube канале биотоп аквариум инфо ссылку на финальное видео вы найдете в описании под этим видео а и 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 участия в следующий раз. Участнику конкурса необходимо правильно оформить информацию о природной среде обитания. Она должна включать в себя корректно составленное название, состоящее из визуальной характеристики биотопа, типа и при наличии названия водоема-водотока, указывающая на точное местоположение биотопа. Название страны, на территории которой расположен биотоп. У меня получилось так. Река Ака, каменистый берег в городе Коломна, Московская область, Россия. Объем аквариума 50 литров. Размер аквариума 40 на 40 на 35, где 35 высота. Дальше необходимо указать список рыб, беспозвоночных в аквариуме и список растений на латыни. Интернет мне был в помощь, но все это найти совсем не сложно. Описание декорации и грунта я написал так. Из камней кремний кварц, полевой шпаг, мелкие осколки красного гранита, крупный известняк, песок серый и желтый, крупицы разного размера до 1 миллиметра, крошка всех перечисленных камней, а также мелкие осколки ракушек, ракушки улиток и пресноводных мидий, веточки деревьев, которые растут вдоль реки, например, ива и облепиха. Все материалы взяты из реки Аки и приспособлены для имитации естественной среды. Также необходимо описание оборудования. В аквариуме установлен внутренний фильтр Tetra Jet 400 на 400 литров в час. Течение направлено вверх так, чтобы создавалось волнение на поверхности воды. Светильник китайский 12 лет светодиодный. Параметры воды. Температура воды 23 градуса, PH 8,1, PO4 0,25, а GH 10. Показатели воды достигаются благодаря декорациям, взятым из самой реки. В воде легкая взвесь из-за циркуляции воды и активности жителей аквариума, что соответствует естественной среде. Написали в комментариях, что если уксусом полить камень, он будет шипеть, то есть повышает PH. Но в данном конкретном случае это приемлемо, именно поэтому PH 8, как и должно быть. Описание местности окружающий биотоп. Река Ака берет свое начало из родника в деревне Александровка, Глазуновского района Орловской области, на высоте более чем 221 метр над уровнем моря. Проходит по среднерусской возвышенности. Сначала течет в северном направлении, в Орле сливается с Орликом, в Тульской области сливается с Упой, возле Калуги при слиянии с Угрой делает резкий поворот на восток и после протекания через Олексин и Тарусу снова поворачивает на север. Затем около города Протвина опять поворачивает на восток. Возле города Коломны сливается с Москвой рекой и далее, делая излучину в 10 километров, восточный Луховиц течет на юго-восток до Рязани. Далее с излучинами течет, разделяя Владимирскую и Нижегородскую области, где протекает через Муром, Павлова, Дзержинск. Река в конце своего пути протяженностью почти в 1500 километров образует пойму шириной в 2500 метров и впадает в самую длинную и большую реку России – Волгу. Высота устья 64 метра над уровнем моря. Река имеет более 150 притоков. Площадь водосборного бассейна – 245 тысяч километров квадратных. Иногда ее ширина составляет не меньше 2,5 километров. Длина на территории Московской области составляет 176 километров. Берега преимущественно песчаные и глиняные, поросшие с сосновым лесом. В городе Коломна высота над уровнем моря 143 метра. Берега каменистые, кроме территории пляжа. Ширина реки до 200 метров, чаще 120-130 метров. Описание подводного ландшафта биотопа. Ландшафт такие разнообразные из-за большой ее протяженности. Тот участок, как и по которому создавался биотопный аквариум, представляет из себя песчаное дно, покрытое камнями. Под песком находится ил. По берегу большое количество известняка, от маленьких камней до глыб в несколько метров. Также присутствует в большом количестве кремний, кварц, полевой шпаг и красный гранит. Часть камней покрыты нитевидными водорослями, обрастаниями, которые хаотично расположены по берегу реки. На песке между камнями часто встречаются пустые ракушки, улиток и небольшое количество ракушек пресноводных митий. Крупных коряк и веток деревьев, растущих вдоль реки, нет. Течение уносит их в заводе. Но мелкие обломки опавших частей, немного погруженные в песок, иногда встречаются. Описание характеристик среды обитания. Вода в оке имеет едва заметный зеленоватый оттенок. Вдоль берега в воде имеется легкая взвесь от мелких крупиц ила, которая образуется от волн. Температура воды в данное время года, то есть летом, колеблется от 18 до 23 градусов. Осенью, зимой и весной температура воды гораздо ниже. Температуру воды и ее показатели измерял лично и не отталкиваясь от каких-либо источников. Необходимо указать список рыб и беспозвоночных, встречающихся в природном биотопе на латыни. У меня получилось более 20. Про главного героя написал так. У берега под камнями прячутся подкаменщики. Представитель семейства бычков-подкаменщиков. В бассейне оки появились случайно и прижились. К их числу относится бычок-кругляк. Солоноватый вид, исходный ареал которого охватывает Каспийское, Азовское и Черные моря. Одним из возможных путей проникновения бычка-кругляка в Москву-реку, а в дальнейшем в оку могут быть перенос складок икры над нищих судов. Помимо рыб указываются и растения, встречающиеся в природном биотопе. Например, так в реке Оке часто встречаются следующие растения. Роголисник, желтая кубышка, водокрас, ряска, камыш, водный манник, стрелолист обыкновенный. В оке можно встретить ряд иных, менее распространенных растений. На некоторых участках водоема растений нет вовсе, как в случае с тем участком, по которому создавался данный биотоп. Так как большую часть информации обычно берут из просторов интернета, необходимо указать источники, ссылки на сайт. После всего этого можно отправлять в работу. После прошлого видео некоторые из вас задавались вопросом, что это было на пятой минуте. Друзья, это рачок Бокоплав. В магазинах его продают под названием Гамарус. Они также живут в оке и являются жителями биотопа. Кто-то писал, что весь декор покроется бурыми водорослями из-за отсутствия растений. Возможно, когда-то и покроется. Это нормально, часто встречающееся явление. Но уже больше месяца живем и все хорошо. Есть кейпы, которые также не применяют аквариумные растения. Например, псевдоморья. Вашему вниманию хочу представить спонсоров. Прицевой фонд для участников выделила французская компания Prodibio, которая специализируется на уходе за аквариумом. Компания проектирует, разрабатывает, производит и продает ассортимент продукции для пресноводного морского аквариума и пруда. С 20 по 23 ноября в Шанхае состоится крупнейшая международная выставка зоотоваров. Организаторы выставки приглашают троих лучших участников нашего конкурса принять участие в оформлении биотопных аквариумов. Проживание и питание будет оплачено. Организацию конкурса ежегодной конференции природные биотопы финансирует интернет-магазин Decotop.ru Там можно приобрести только натуральные материалы, грунты, камни и коряги под брендом Decotop для оформления аквариума. Организаторы оценивают работы с 1 по 20 августа. Члены жюри оценивают работы с 20 по 31 августа. Результаты 1 октября. Не буду кривить душой и скажу честно, я не рассчитываю на призовые места. Цель, которую я перед собой поставил, это попасть в топ 50. А вот попаду в топ 50 лучших или нет, узнаем уже 1 октября. На этом видео серия выпусков Берегаки заканчивается. Ну и этот аквариум и бычка вы еще увидите. Хочу сделать обзор на эту рыбку и подробно о ней рассказать. Не пропустите это видео, возможно однажды вы ее запустите в свой аквариум. Редактор субтитров А.Семкин